В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В поселке Красное водитель снегохода совершил наезд на 10-летнюю девочку. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что транспортным средством управлял 12-летний подросток. Расширенные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ненецком округе прошли в Наринмаре для предпринимателей. Парламентарии региона и представители общественной молодежной палаты встретились с окружными боксерами и их наставником Александром Андрюковым. Боксеры из Ненецкого округа одержали несколько побед в открытом турнире по боксу в Кировской области. Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Расширенные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ненецком округе состоялась накануне. Цель мероприятия – повышение правовой грамотности субъектов предпринимательской деятельности, профилактика нарушений обязательных требований в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы реформы контрольно-надзорной деятельности. Расширенные публичные обсуждения правоприменительной практики в регионе проходят впервые. Обычно каждое надзорное ведомство собирает и информирует предпринимателей отдельно. Сегодня же есть возможность услышать и задать вопросы всем представителям надзорных структур сразу. Главная тема – нарушения в сфере предпринимательской деятельности, которые выявляются в результате проверок и как их избежать. При любой проверке, даже при любых делениях опытом ошибки все равно у нас будут. Так что мы учимся в течение десятков лет. Учимся, учимся. Стараемся ошибки не допускать, но допускаем. Особенно, конечно, меня конкретно волнует ветеринария и Роспотребнадзор. Конкретно как руководитель по магазинам. Магазины у меня находятся в деревнях Нижней Печорьи. По мнению самих предпринимателей, законодательство меняется с космической скоростью, успеть за которой бывает просто невозможно. Большинство хозяйств, особенно расположенных в сельской местности, не успевают за нововведениями. К тому же на местах не хватает квалифицированных специалистов. Люди должны быть все как минимум образованные, то есть специально, техническое или специальное образование. У нас же люди есть, работают просто со школы сразу. Поэтому, чтобы вникнуть в это законодательство, приходится с ними долго работать. Поэтому получаются накладки. А надзорные наши органы, они видят только закон. Они видят закон, что его надо выполнять и прямо прямым текстом говорят, что виноват, значит, накажут. Штрафы огромные там, конечно. В числе приглашенных экспертов представители сельхознадзора, Роспотребнадзора, сотрудники Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, госинспекция по ветеринарии. Каждое ведомство ежеквартально проводит встречи с предпринимательским сообществом. На них обсуждается правоприменительная практика. К примеру, управление Россельхознадзора курирует несколько направлений. Земельный надзор и фитосанитарный надзор. Надзор за безопасностью зерна и продуктов его переработки. Ветеринарный надзор и надзор за обращением лекарственных средств для ветеринарного обращения. Наиболее часто встречаются это все-таки нарушения, которые связаны с продукцией животноводства. То есть происходит обращение продукции животноводства без ветеринарного сопровождения документов, осуществляется реализация продукции с истекшими сроками годности. То есть это наиболее часто встречающиеся. Если брать сферу земельного надзора, то это уже, как говорится, в основном нарушения, которые допускают недропользователи путем всяких аварий и так далее. К слову, надзор за соблюдением правил вышел на новый уровень благодаря системе «Меркурий». Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. В настоящий момент повсеместно внедрена система прослеживаемости и сопровождение товаров ветеринарного сопровождения документами, то есть система «Меркурий». То есть мы сейчас полностью мониторим оборот животноводческой продукции, смотрим, и благодаря этой системе устанавливались уже нарушения, в том числе на территории округа. За несоблюдение требований на нерадивых бизнесменов налагаются штрафы. Однако основная задача таких заседаний – предупреждение нарушений и обсуждение изменений в законодательстве. Мы решили объединить именно Росрехосназор, Роспотребнадзор, Инспекцию по ветеринарии, Департамент ресурсов, экологии и промышленного комплекса, потому что эти сферы деятельности этих органов, они направлены на определенную сферу бизнеса. То есть это и производство товаров, это и реализация товаров, то есть продажа товаров. Я думаю, что комплексное мероприятие совместно, оно позволит более, наверное, эффективно провести эти публичные слушания, выявить проблемные вопросы, которые возникают у бизнеса, и рассказать о том, чтобы как это все совместно избежать. И сегодня в ходе публичных обсуждений представители контрольных органов пытались донести главное в их работе – не наказать бизнесменов, а предупредить нарушения, ведь все заинтересованы в том, чтобы в наших магазинах продавались только здоровые и безопасные продукты. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Миграционная ситуация на территории округа остается стабильной. Речь об этом шла на заседании Координационного совета по вопросам миграционной политики в Ненецком округе, которое прошло под председательством заместителя губернатора Юрия Бездудного. По словам начальника отдела по вопросам миграции окружной полиции Ирины Ермолиной, на территории региона в текущем году наблюдается небольшое увеличение иностранных граждан – более чем на 6,5%. При этом межэтнических и межнациональных конфликтов на территории региона зарегистрировано не было. Основной массив въехавшихся на другом мигранте, которые говорят, это граждане Беларуси, Украины, Таджикистана и Узбекистана. За 2012 год иностранных граждан в форме 470 патентов. Сумма поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц составляет 26 млн 150 тысяч. Продолжая тему миграционной ситуации, участники совещания обсудили эффективность деятельности по предупреждению нелегальной миграции на территории региона. Так, по словам правоохранителей, в 2019 году было проверено 798 объектов. В числе объекта строительства, места проживания и пребывания иностранных граждан, промышленные предприятия и торговые объекты. По их результатам было выявлено 319 административных правонарушений, три преступления в сфере незаконной миграции – это фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания, и два преступления – фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан. В праве ли взрослый позволять своему несовершеннолетнему ребенку садиться за руль транспортного средства, даже если считает свое чадо к этому готовым и не видит причин для отказа? К сожалению, в населенных пунктах Ненинского округа такие случаи происходят нередко. В поселке Красном один из них чуть не закончился трагедией. 27 ноября в дежурную часть управления МВД по Ненинскому округу поступило сообщение о том, что в поселке Красное был совершен наезд на снегоходе на 10-летнюю девочку. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что за рулем находился 12-летний житель поселка. Снегоход ему дал совершеннолетний двоюродный брат, который, видимо, был уверен, что ребенок справится с управлением транспортного средства. Пострадавшая девочка успела отскочить, получив лишь ушиб стопы. Вот в отношении двоюродного брата был составлен протокол по 12-7, часть 3, за передачу лицу, не имеющему права управления данным снегоходом, данным транспортным средством. А в отношении данного мальчика вынесли определение об отказе по статье 24.5 Кодекса об административном правонарушении, так как он не достиг 16-летнего возраста. Сотрудники ГИБДД напоминают, что, позволяя своим несовершеннолетним родственникам управлять транспортным средством, они тем самым ставят под угрозу жизнь других и рискуют сами получить штраф до 30 тысяч рублей. Парламентарии региона и представители общественной и молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа встретились с окружными боксерами Никитой Захаревичем, Ильей Миненьковым, Матвеем Чуповым, Эльчином Мамедовым и их наставником Александром Андрюковым. Боксеры из Ненецкого округа одержали несколько побед в открытом турнире по боксу в Кировской области. Открытый турнир по боксу класса «Б» памяти Буланова проходил в Кировской области. В турнире приняли участие 108 боксеров из Республик Коми, Морел, Удмуртия, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Наш регион представляли четыре спортсмена – Никита Захаревич, Илья Миненков, Матвей Чупов и Эльчин Мамедов. По итогам турнира золото в своей весовой категории взяли Никита и Илья. Эльчин Мамедов стал обладателем бронзовой медали. У нас было четыре боксера, всего довольно мало. Я провел два боя. Первый бой провел неплохо, закончил в третьем раунде. И второй бой провел с чемпионом Республики Морел и также выиграл. И ребята также, думаю, хорошо боксировали, узнали некоторые свои ошибки, над чем нужно поработать. У меня в весовой категории было три человека. Провел я тоже два боя. Первый я победил единогласным решением. Был один нотдаун моего соперника во втором раунде. Второй он чемпион Северо-Запада, имеет кандидат в мастера спорта. Второй бой был соперник намного слабше. Он всего три боя, по-моему, провел. С ним было... Его я выиграл в третьем раунде. Один нотдаун, но был серьезный. Его сняли. И так меня убедилось. В свою очередь, наставник спортсменов Александр Андрюков отметил, что раньше наши боксеры ежегодно выезжали на этот турнир. В этом году-то у нас только старше. Потому что поехала на группу, а малышей, к сожалению, не было. Поэтому было принято решение поехать в Белоруссию и в младший возраст отвезти туда этот турнир. По словам наставника спортсменов, в регионе боксом занимаются более 70 человек. И в настоящее время не существует сложностей с выездом спортсменов на состязания в другие регионы. В ходе беседы окружные парламентарии обратили внимание на то, чтобы возобновились занятия с воспитанниками Ненецкой средней школы имени Пырерки, чтобы больше ребят из сельских населенных пунктов занимались боксом. В завершении встречи спикер регионального парламента Александр Лутовинов поздравил ребят с победой на открытом турнире и пожелал новых спортивных успехов. Депутаты также отметили, что в регионе в последнее время большое внимание уделяется строительству физкультурно-оздоровительных комплексов на селе. Создается серьезная материально-техническая база для развития спорта высших достижений. Ирина Никешина, Леонид Шешилов, Телеканал «Север». Сегодня в Наринмаре в спортивном комплексе «Труд» состоялась окружная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это традиционные соревнования, которые проходят в декаду инвалидов. В этом году спартакиада проходит в десятый раз. В спортивных состязаниях участвуют более 50 человек из Наринмара, деревни Макарова, села Тельвиска и Красного. Подробности далее. Стрельба из пневматической винтовки, дартс, теннис, испытания на силу – всего в программе спартакиады пять заданий. Участники соревнований готовились к ним серьезно, ведь для многих спорт – это образ жизни. Можно сказать, дисциплинированность, здоровье жесткое. Потом, ну как, общение, дружба. Выезды иногда организовывают. Я сам езжу, знакомлюсь. По всей стране, в принципе, знаю уже ребят. Ну вот, на Европу ездил. По Пятиборью. В общественной ячейке поселка Красное – 29 человек. Половина из них – активные спортсмены. Тренировки для них проходят два раза в неделю, а перед соревнованиями – каждый день. У нас стоит прекрасно со спортом дело. У нас даже создали, вот, Смятая Норгия Александровна, директор спорткомплекса. Сначала просто стала с нами заниматься. Потом создала свой спортивный клуб любителей стрельбы из винтовки, из пневматической. Всем членам общества инвалидов без исключения доступны спортивные занятия. Специально для них в спортзалах выделено время. Конечно, в течение года наши инвалиды могут посещать Ледовый дворец труд. Им предоставляется здесь три зала. Это теннисный, шашечный и тренажерный зал. Также они посещают бассейн. И по паролифтингу они занимаются четыре раза в неделю. Это дает хорошие результаты, и они участвуют в выездных мероприятиях, которые проводятся у нас в Центральном правлении Всероссийского общества инвалидов. По итогам спартакиады сильнейшие получили грамоты, медали и ценные призы. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. Сегодня в Наринмаре состоялось торжественное закрытие регионального чемпионата WorldSkills. На протяжении пяти дней 75 участников чемпионата демонстрировали свои профессиональные навыки. В восьми компетенциях – соотехника и отопление, лабораторно-химический анализ, социальная работа, поварское дело, предпринимательство, ветеринария, электромонтаж. А также физическая культура, спорт и фитнес. За прохождением испытаний следили 85 экспертов из Наринмара и других регионов России. Из рук председателя собрания депутатов Нинецкого округа медали диплом за первое место в компетенции «Электромонтаж» получает Владислав Таратин. Студент третьего курса Нинецкого профессионального училища выбрал свою профессию, потому что уверен, в современном мире это очень перспективное направление. В этот раз, получается, я участвую второй год, в том году я тоже участвовала. Отбирали нас, тех, кто учится хорошо. А прошлое подрезали? Да, второе место. Сертифицированный эксперт движения WorldSkills Russia из города Ростов-на-Дону бывал на чемпионатах во многих регионах, но признается, что в Нинецком округе уровень подготовки особенно высок. Уровень подготовки хороший, площадка чемпионатная очень достойная. То есть все оборудование соответствует инфраструктурному листу и площадка по сравнению с многими местами, где я находился, очень достойная. Главными экспертами чемпионата преимущественно стали работодатели из Нинецкого округа, которые на деле могли увидеть своих потенциальных сотрудников. Несколько дней участники соревнований демонстрировали свои знания и умения, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня. WorldSkills это как раз то движение, которое учит вас каждый день становиться лучше и каждый день доказывать, что вы можете быть самыми передовыми, самыми востребованными в этой профессии. А на самом деле востребованными в завтрашней жизни или уже в том будущем, которое уже наступило, будут только те, кто готов каждый день саморазвиваться, каждый день учиться, каждый день становиться лучше. Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые пройдут в апреле 2020 года. В комплексный центр социального обслуживания населения доставлена последняя партия новогодних подарков для детских садов и школ Моринмара и поселка Искатели. На приобретение подарочных наборов для детей, а это свыше 7 тысяч с половиной подарков из окружного бюджета направлено порядка 5 миллионов рублей. Контракт на поставку был заключен с компанией Трейд. Каждый новогодний подарок упакован в подарочный тканный мешок с новогодней символикой. Содержимое традиционно состоит из кондитерского набора весом не менее 1 килограмма и сувенира. Новогодние подарки для неорганизованных детей, не посещающих образовательные учреждения, можно получить в отделении социальной помощи семье и детям КЦСО по адресу улица Рабочая, 18, кабинет номер 14. Как пояснили в учреждении, выдача подарков начнется 9 декабря в будни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30. Для получения подарка родителю необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации по месту пребывания ребенка в Наринмаре или поселке Искателей, уточнили специалисты комплексного центра социального обслуживания. Дошколята и школьники начального звена получат подарки во время новогодних утренников. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.